Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и конечно же подписчики канала Политека, приветствую всех вас, меня зовут Вадим Герасимович и сегодня вместе с нами политолог, политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Михаил, начнем с ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре, в результате которого по состоянию на утро понедельника погибло 36 человек. Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россияне нанесли удар ракетой Х-22 и вот этот трагический эпизод войны, он стал даже скандальным. Советник Офиса Президента Украины по вопросам коммуникации Алексей Арестович заявил, что ракету, которая попала вот в эту девятиэтажку, сбили украинские силы ПВО, ее сбили, она упала на подъезд, взорвалась, когда упала. Это дословная цитата Алексея Арестовича. В свою очередь, командующий воздушных сил вооруженных сил Украины Николай Ильичук заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия ударила ракетой, вооруженные силы не имеют средств, способных сбивать такие ракеты. Вот относительно Арестовича, когда открываешь Фейсбук, вот каждый второй пост посвящен тому, что он сказал в своем интервью. Возможно, действительно Алексей Арестович устал или что-то пошло не так с коммуникацией. Вот ваше отношение к этому всему, что сейчас происходит и о чем-то активно все говорят, по сути. Главное, что после этого сказал Арестович, он сказал, вот произошла страшная беда, да, россияне убили 36 человек в Днепре в доме, обсуждают, что я сказал. Вот сейчас все воспользовались только для того, чтобы отвести тему. Этим воспользовались россияне, россияне стали, подхватили эту историю, что Арестович сказал, что сбили и так далее. И это абсолютно российская тема, прикрывать свое преступление очередное, вот этим там, что там, кому Арестович сказал. Что важно? Важно, что сказал Арестович или важно, что русские убили 36 человек в Днепре? Мне кажется, что важно, что россияне убили 36 человек. Они убивали их осознанно? Конечно, осознанно. В смысле, они что, хотели, прислать эту ракету в подарок или что? Они стреляют, чтобы убивать украинцев. Каждая из ракет летит для того, чтобы убить как можно больше людей. Других целей у России нет. Цель России убить всех украинцев, каждого, кто проживает в любом мирном городе. Они стреляют ракетами Х-22, у которых точность поражения 500 метров. Мы помним прекрасно, как они стреляли специально такой ракетой в торговый центр, чтобы убить как можно больше людей. Как они пытались, как они стреляли по вокзалу в Краматорске, чтобы убить как можно больше людей, убили больше 50 человек. Мы помним, как они пытались попасть в вокзал в Киеве и случайно, по какой-то случайности, вот этот их, как у них называется, эта ракета-то, Искандер попала там буквально несколько сотен метров от вокзала в Макдональдс, да, и никто не погиб. В первой войне было. Да, только тогда на вокзале было несколько тысяч человек. Помните, вот эта толпа на вокзале, женщины, дети, эвакуирующиеся, они пытались их убить. И мы сейчас будем обсуждать, что там сказал Арестович или что делают россияне. Арестович же сказал, когда говорил, что я, возможно, надо проверить, что может быть вот такое. Ну, может быть, проверили, не такое, все. Важно вот это. Что тут обсуждать Арестовича, реально как бы. Это даже не президент сказал, и к тому же даже если президент сказал, надо проверить, ну, может быть. Надо проверить, ну, может быть. Арестович уже целый год, каждый день с нами разговаривает со всеми. Много, я думаю, кому помог, я уверен абсолютно, по крайней мере, люди так реагируют на него, что многим помог в жизни. тем, что он просто выступает, разъясняет и так далее. То, что он не обязан всегда на 100% оказываться правым, ну, тем более, он же потом сказал, оговорился здесь, не в смысле оговорился, оговорку допустил, а в смысле заранее оговорился, что это возможно, что это требует доследования. И действительно, россияне решили все это замазать в свои преступления очередные. К счастью, есть в этом самом Фейсбуке, где многие пишут про Ристовича, и более трезвые слова. Вот люди специально какие-то, люди занялись, нашли, и выяснили имена прямо тех, кто отдавал приказ, имена каких-то летчиков с этой военной базы. Я сегодня фотографии уже видел в телеграм-каналах этих летчиков. Вот это самое важное, чтобы эти фотографии распространялись массу. Мы никогда в жизни их не забыли. Чтобы у них земля горела под ногами всегда, сколько они еще будут живы, до самой смерти. Где бы они ни находились, все эти люди. Независимо от того, где они территориально находятся. Да, конечно, чтобы когда они поедут за границу, их там тут же арестовали, а если никогда не поедут за границу, чтобы силы спецопераций украинских нашли их там и ликвидировали по месту жительства, чтобы их дома взорвались. Неважно с кем, потому что они подставили свои семьи, потому что когда их будут взрывать, никто там не будет заботиться, где там их семьи находятся. Вот они все легитимная военная цель, каждый из этих людей должен быть уничтожен обязательно. И каждый, кто заправлял самолет, и кто его мыл, и кто кормил летчика перед вылетом, тоже должен быть уничтожен вместе с этими летчиками. Он знал, что он участвует в геноциде и в совершении военных преступлений. Знает каждый повар сегодня на военной базе, вот там, знает, что эти летчики летают убивать украинцев. Он знает, что он кормит преступников, и что он такой же преступник из той же банды. Вот это главное, никого не забыть, никого не простить. И для этого Украина должна сохранить независимость. Потому что вот если мы проиграем войну, то некому будет наказывать, то некому будет наказывать. Победителей потом некому будет судить. Поэтому главное выиграть войну, чтобы всех их потом уничтожить, каждого лично. Вот это важно. Михаил, возможно, досадное такое совпадение для самого Арестовича, что вот в первые минуты после той трагедии, которая произошла в Днепре, российская пропаганда начала утверждать, да вот они сами нанесли вот этот ракетный удар по дому в Днепре, чтобы на Рамштайне выторговать для себя больше оружия, каких-то вот преференций. И в тот же вечер, спустя несколько часов, выходит вот Арестович и говорит от себя свое мнение, или ссылаясь на какую-то определенную информацию, что да, вот сбила система ПВО вот эту ракету, она упала на этот дом, на этот подъезд, потом взорвалась, и тут все начали вот это отожествлять, что Арестович, по сути, повторяет нарративы российской пропаганды. Давайте так. Это все говорится в российской пропаганде, само собой. Вот сейчас в Украине все про это разговаривают, но, значит, если Рамштайн и так далее, возьмем западную прессу. Вы понимаете, что в западной прессе ни разу не упомянуты высказывания Арестовича, нигде и никем, насколько я вижу. Ну, ни в чем серьезном, нигде про это не говорится. Открываешь любой телеканал западный или сайт западной газеты, и везде написаешь, вот фотографии, россияне убили столько-то человек, разбомбив жилой дом в Днепре. Там нет того, что украинцы сами, что если такая версия или сякая версия. Там все однозначно и просто, действительно. И, кстати, как тот же Арестович, молодец, сказал потом, кто какую, чего сбил, неважно. Важно, что убийцы, россияне в этой ситуации. Убийцы точно россияне. Кто убил двух человек в Польше? Это что, украинцы убили, когда зенитная ракета украинская туда попала? Говоришь, россияне убили, убийцы. Конечно, россияне в любом случае убийцы. Поэтому за все, что делают, войну начала Россия, стреляет Россия. Если бы Россия не стреляла под Днепру, никто бы не погиб, точно. И на Западе это знают точно тоже. Поэтому вся вот эта русская лабуда, главное меньше читать, меньше смотреть, то, что у нас куча каких-то людей, которые специально на нас это все распространяют на Украину, все эти российские сообщения. Сейчас еще, небось, статью Медведчука. Вот я перед нашим разговором прочитал в известиях статью Медведчука. Зачем? Мне положено по работе, да? Ну, как бы, понимаете, так? Ну, не дай бог, если просто вот Украине начнут ее читать. Зачем? Вот зачем другим? Не надо никому-то. Не читайте. Настолько унылый сам Медведчук, настолько унылая его статья. Это правда. Это правда. Вот, кстати, мэр Днепра Борис Филатов рассказывал совершенно другое. Он сказал, что вот много действительно зарубежных, иностранных журналистов, они приехали в Днепр. И когда они вот выключают камеру, и начинается вот это неформальное общение, они у Бориса Филатова спрашивают, так, а может быть, Арестович прав? Прав в чем смысле? Ну, такие, что вот ваша система ПВО сбила эту как раз ракету. Какая система ПВО? Ракета чья? Российская? Российская. Кто стрелял? Россияне стреляли? Россияне убили 35 человек? 36? Или наши силы ПВО убили 36 человек? Ну, конечно, россияне убили. А если, не дай бог, когда-нибудь, не сейчас, сейчас такого не было, но когда-нибудь, случайно, наша ракета ПВО кого-то убьет, ну, упав потом. Бывает такое? Вот она в Польше убила кого-то. Может, в Украине убить? Это что, украинские ПВО кого-то убили? Нет, это россияне убили. Нету других врагов. Нету других виновных. Не может украинский военный быть виновным в такой ситуации. Вот. Если он даже случайно там... Вот мы стреляем по Мариуполю, не знаю, да? По Мелитополю, извините, мы стреляем. Взрываем там военные базы россиян. А если там кто-то погибет из наших мирных жителей, вы знаете, кто отвечает за это? Россия отвечает за это, потому что она оккупирующая сторона, она обязана обеспечить их безопасность. Вот и все. Поэтому зачем-то, какая разница? Это все такие технические вопросы. Да вы никогда во время войны не знаете, чья ракета куда полетела. Что, расследование мы сейчас будем проводить? Вот реально, на войне. Расследование проводится тогда, когда есть одиночный инцидент. Понимаете? Вот помните, ракета сбила самолет авиакомпании Сибири над Черным морем. Украинская ракета. Это инцидент. Проводились учения, и случайно ракета попала. Нужно было выяснить, что это действительно ракета, что это действительно случайно. И так далее, и так далее. Это расследование. На войне. Не, ну какие расследования, какая ракета куда полетела, о чем речь-то? В смысле, это война. Это расследование проводить, то скорее всего уже после войны. После войны вы тоже не сможете, потому что это такое количество за это время, чего куда летело. Как тут что выяснишь? В смысле, какая именно, какой снарядка, чья граната где взорвалась? Мы точно... Нет, то, что важно, а это ООН постановила в первую неделю. Важно, кто агрессор. Это важно. Важно, что эта война квалифицирована как преступная. Это важно. Важно, что эта война многими странами квалифицирована как геноцид. И все страны мира, все цивилизованные страны зафиксировали военные преступления со стороны России. И ООН постановила, что надо будет выплачивать репарации. Это вот важные вещи. Все остальное с этой точки, когда мы, как бы мы там ни говорили, убили, Россия не всегда. Все. Михаил, завершая эту тему, давайте поговорим о том, что нынче происходит в самом Солидаре, вокруг Солидара. Анна Малер, это замминистра обороны Украины, она утверждает, что за город продолжаются бои. Британская разведка утверждает, в свою очередь, в своей сводке, что вооруженные силы сохраняют свои позиции. И вот Солидар раздора для Пригожина, для Министерства обороны России. Пригожин явно продолжает вот этот конфликт. Он имеет место быть между ним и ведомством Шойгу. Он говорит, что не раскачивайте лодку, давайте не будем, извините, меряться членами. Вот что это? Вот на фоне происходящего в Солидаре, вот этот конфликт, о чем он свидетельствует? Ну, похоже, вы были правы. Вы когда-то меня, по-моему, вы спрашивали про этот вопрос. По-моему, это вы были. Про то, что, возможно, там Пригожин борется за соляное предприятие. Вы знаете, похоже, похоже. Мне тут написали потом зрители, когда я это отверг, эту версию. Написали зрители, которые разбираются в вопросе. Что, ну, там оттуда, из региона, в смысле, что там 100 миллионов долларов выручка этого соляных, этих предприятий. И что, возможно, действительно, так как эта штука, которую украсть просто, ну, соль, в смысле, ее как бы просто воровать можно. Что, возможно, действительно, Пригожин в том числе воюет за прям реально какой-то материальный актив. Вот он типа, и еще что важно, соль можно и в серой зоне добывать, и во время войны добывать. Ну, в смысле, не мешает. Вот, и, возможно, там действительно за это в том числе борется Пригожин. Ну, и, конечно, в любом случае он борется за все остальное. То есть, за что он точно борется? Это за то, чтобы получить как можно больше ресурса. Потому что, если он достигает каких-то успехов, побед, то ему дают больше снарядов, пушек, танков, самолетов, там, чего угодно, артиллерийской поддержки. Он за это и борется. Но он проиграл эту войну. В смысле, он не проиграл войну в Солидарии, возможно, но он проиграл вот эту сейчас административно-аппаратную войну, в любом случае, точно, у себя там, в России, в смысле. То есть, политическую схватку он проиграл? Да, да, да. Проиграл, потому что вот эта вся история с тем, что Суровикин теперь непонятно кто, а Герасимов теперь понятно кто. Это все, конечно, тотальное поражение Пригожинских и его крыши, в смысле, не только самого лично Пригожина, а тех, кто его крышует. И, по крайней мере, на этом этапе случился вот реванш со стороны официальных чиновников. Ну, есть официальные чиновники, такие как Патрушев, Шойгу, Герасимов, а есть вот эти бандосы, как Пригожин там и команды. Вот бандосы проиграли, чиновники победили. Фактически Пригожин, я думаю, отстранен, ну, скажем так, пока от многого. И там дальше какие-то мутные истории про то, что чуть ли не окружена Чавакова, которая сейчас на Донбассе кем-то, непонятно кем, российской армии. Но это может быть, их же можно лишить снарядов, лишить поставок. Это все в руках Министерства обороны, поэтому нет проблем. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, лично Патрушев мог приложить руку к политическому поражению Евгения Пригожина? Обязательно. Я думаю, что я приложил прямо лично. Я думаю, что приложил. Но целью был не сам Пригожин. Пригожин как бы чуть-чуть второстепенно, ну, важное, но второстепенное звено здесь. Здесь идет противостояние между системой, вот есть система государственной власти, вертикаль и так далее. И в ней есть системные люди, государственники. Главный из которых, конечно, Патрушев. Главный государственник сегодня в России, это Патрушев. И он, кстати, этим отличается от Путина. Это Путин назначает бандитов там руководить фронтом. Каких-то уголовников и так далее, вообще темных личностей, да. Разрешает этим бандитам торговать золотом по всему миру, там. Он обменивает жулика Виктора Бута, понимаете, привозит его как героя и назначает его этим кем-то. В общем, короче, в партию ЛДПР, это же Путин этим занимается. Путин же обменивал Бута на баскетболистку. В это же время Патрушев пытается удержать вертикаль власти, чтобы она все-таки стояла. Потому что он человек, который считает, что главное это государство. И у Патрушева есть союзники, является Шойгу, Герасимов, ну в данной ситуации. И это реванш государственников против вот таких, как это, как сказать, игроков серого рынка. Один из которых просто на виду у нас с Пригожим. Но ведь давайте так, а Ковальчуки кто такие? Кто такие братья Ковальчуки? Мы знаем, что Ковальчук там старше, самый близкий вроде бы Путину человек. В личном плане самый близкий. Но какая у него должность? Я не слышал даже. Может, никакой. Ну, владелец. Вот газета «Известия», где написал статью Медведчук. Это вот тоже Ковальчук, кстати. Советник или помощник Путина по каким-то там околостяческим вопросам. Да, да, да. То есть, как бы он не часть вертикали. Понимаете? И вот вопрос. Государственники хотят, чтобы все шло по вертикали. Потому что они понимают, что если пока вертикаль стоит, у них есть в ней место. Страна управляема как-то хотя бы как-то. И еще на страну смотрят на Западе, как на государство. А когда в этом государстве вдруг начинают управлять повар Путина, то на страну со стороны Запада смотрят как на комедию, на пародию на государство. Но никак не на государство. Потому что, ну как, мы можем себе представить, что США ведут переговоры с Ковальчуком и Пригожиным. В смысле, вот приехала делегация в составе повара Путина и друг детства Путина. Ну, как-то несерьезно. А вот в составе Патрушев и Шойгу мы можем себе представить, что ведут переговоры. Вот поэтому Патрушев это понимает. Вот в этот раз ему удалось победить аппарат. Я уверен, что это все делал Патрушев. Вот весь этот переворот, прошедший неделю военный, ну, не военный переворот, переворот в военном деле совершал Патрушев. И ему это удалось. Но те тоже не сдадутся. То есть все еще может развернуться в обратную сторону. Но пока так. То есть вот эти произошедшие кадровые рокировки в военном блоке, они могут свидетельствовать, и их следует воспринимать как определенный месседж, намек тому же Пригожину в большей мере и меньшей мере Акадырова, мол, ребята, поумерьте, пожалуйста, свои, прежде всего, политические аппетиты. Пересмотрите свое поведение. Там другое, не про аппетиты, про сам принцип даже. То есть они поняли, что дело пахнет жареным. Вот я со стороны наблюдаю за их делами российскими. Я понимал, последние 4 месяца это все уже длилось. Вся эта история длилась 4 месяца. Взлет Пригожина, я имею в виду. И я потирал руки в этот момент. Я понимал, все у них, все, бандиты получают власть в России. Отлично, отлично. Это прямой путь к гражданской войне, очень быстрый. И это прямой путь к тому, что Запад признает Россию страной террористом, кем угодно. Скажет точно так же, как мы сказали, что мы не будем вести переговоры с Путиным. Так и Запад скажет, не будем мы с ним вести переговоры, там какие-то бандиты во власти. Но не ведут переговоры с сомалийскими пиратами. Вот власти не ведут. Да, выкуп платят при этом. Бизнесмены платили выкупы сомалийским пиратам. Прям сбрасывали с вертолета мешок с деньгами. Но это выкуп бандитам. Но переговоры сомалийских пиратов, делегации сомалийских пиратов не приезжало в США на переговоры. Да что ж там, даже делегация талибов, кстати, приезжала только в Москву на переговоры. А в Германию не приезжала делегация талибов. Не ведут с такими переговорами. Когда было исламское государство, то делегация исламского государства не приезжала в Финляндию на переговоры о финско-исламско-государственных отношениях. Мне все время хотелось и мне казалось, что Россия идет туда, вот туда, где исламское государство. Она по-прежнему идет, обязательно. Но этот ход Патрушев все-таки грамотный сволочь притормозил. И тут выходит Владимир Путин, точнее не выходит, а собирается уже вылетать с Башкирии, общается с журналистами. В этом разговоре он говорит, что все у нас хорошо, динамика так называемая СВО положительная, все идет по плану, развивается. А в рамках директив Министерства обороны Украины также заявил, что ситуация в российской экономике якобы стабильна, несмотря на санкции, которые были введены западными странами. Ну вот это то, что уже звучало несколько месяцев тому назад. Но даже у сторонников, я думаю, Владимира Путина закрадываются такие сомнения, что, видимо, далеко не все так однозначно и все хорошо также в проведении СВО. Вот что это за риторика такая? У него нет того, что называется словом сторонники. Потому что когда есть сторонники, то есть и противники. Одно без другого не бывает. Это даусизм. Если бы у нас не было противников, мы бы не знали, что у нас есть сторонники. Есть люди, которые либо уехали из России, либо, находясь даже в России, полностью отрицают эту власть. Именно отрицают, не признают ее. Такие люди есть. Вот так называемые хорошие русские, давайте я так, извините, этот термин употреблю. Они именно не признают это государство. А не то, что они противники Путина. Все остальные, кто признает, они все, как бы, все на одной стороне абсолютно. Вот у нас есть там сторонники Порошенко и противники Порошенко, сторонники Тимошенко и противники Тимошенко. А у них такого нет. Поэтому вот те, кто остался, те, кто идентифицирует себя частью, ну, как россиянин, как часть вот этой России, так для них действительно Путин и Россия неотделимы. Путин и Россия неотделимы для них, для этих людей. Для них, как Путин сказал, это и есть Россия. То есть это и есть реальность. Путин – это и есть Россия, то есть они отождествляют Россию с Путином. Путин – это Россия, и одновременно Россия и Путин – это и есть реальность, их реальность. То есть другой реальности для них не существует. Они не могут взглянуть на это под другим углом, потому что этого угла для них нет. У них есть только Путин, он же Россия. И раз Путин сказал так, значит Россия сейчас так. Если Путин выйдет и скажет Россия в беде, значит Россия в беде. А если он скажет, что Россия решила распуститься, значит он и есть Россия для них. Это как бы, с одной стороны, это сила Путина, конечно. Вот это сила Путина, что он может говорить все, что угодно. Если он завтра скажет, что Крым нам не нужен, то все эти 100 миллионов, ни у одного не возникнет мысли, как он же вчера говорил другое. Ни у одного. Все будет абсолютно железно. Этого знаменитую крымскую речь марта 2014 года. Да, сейчас он скажет, ничего, нет, вообще не нужна нам никакой Крым. Все это ерунда. Пожалуйста, все точно так же будут верить. Как это было при Гитлере, так это и при Путине. Все, кто уже внутри, все уже внутри окончательно. Поэтому это сила Путина реальна, к сожалению, в этом. Потому что никаких ожиданий там бунтов мы не имеем в народных смыслах. Но одновременно и слабость тем, что да, один человек, если его как пощелкать, как говорит Путин, то и все, нет России больше. Михаил, скажите, пожалуйста, а что вы имели в виду, когда в одном из своих интервью сказали, что Путин контролирует Россию процентов на 20 в период войны, а дань ее на процентов 80? Да, Россию как государственную систему, систему управления. Вот этот электорат его, он его по-прежнему. Но как управлять страной физически? Вот сегодня, не знаю, Путин отдаст приказ о мобилизации, например. Ну, отдаст же новый приказ о мобилизации? Отдаст обязательно. Полмиллиона человек, вот, британский. Ну, например, да, возможно, полмиллиона, возможно, столько. Во-первых, вот даже мне кажется, что с большой вероятностью, он его не отдаст публично, потому что ему страшно отдавать его публично. Он так, по-тихому, по-тихому, что это не он, а что это вообще Шойгу решил. И там Песков будет говорить, когда ему приугадут, подождите, так идет мобилизация. А Песков скажет, мы не знаем этого в компетенции Министерства обороны. Вот, кстати, самая показательная история. До войны не бывало такой ситуации, чтобы кто-то приходил к Пескову, журналист, задал вопрос, а Песков говорил, а это не в моей компетенции, это в компетенции Министерства иностранных дел, транспорта, культуры, Марса и так далее. Такого невозможно было себе представить, потому что все было в компетенции Путина, потому что он управлял всем. Поэтому любой вопрос всегда к Путину. Путин может не отвечать. Песков мог сказать, а мы не хотим отвечать на этот вопрос. Знаем, но не скажем. Пожалуйста. Но никогда не скажет, а это другие, это не мы. А сейчас он постоянно к кому-то посылает. Вот именно по этой причине. Потому что это не в компетенции. А тут, в случае, сжившегося авторитарного режима, какое-то пошло делегирование, полномочий. А как это? Даже перекладывание ответственности. А какой ты тогда тоталитаризм и авторитаризм, если у тебя ответственность не вся на тебе? Когда ты авторитарный лидер, вся ответственность на тебе. Извини, братан. А Путин уже не готов ее всю брать на себя. У него не получается. Поэтому приказы, я уверен, не проходят. То есть он раньше мог сначала отдать приказ, потом посмотреть, что будет. А сейчас он сначала проверяет через всякие соцопросы, то-се, неофициально. А что будет, если я отдам такой приказ? Получится или не получится? И только если получится, если всех обзвонили, всех подтвердили, губернаторы, что да, Владимир Владимирович, так и быть сделаем. Вот тогда он такой приказ отдает. Вот сейчас этот приказ, который мы все ждем, про мобилизацию в 500 тысяч, 300 тысяч, миллионы человек, он может его не начать отдавать публично, если выяснится, что губернаторов другие настроения. Он будет действовать не публично. Вот это и называется, только на 20% управлять страной. Это не к тому, что появились еще люди, которые чем-то управляют. Остальным никто не управляет. Остальное само. Вот кто решил, вопрос, кто решил, что надо брать штурмом «Солидар»? Был приказ взять Бахмут? Был. Был план? Был. Кто решил, что надо брать в «Солидар»? Я думаю, что никто. Я думаю, что просто какие-то вагнеровцы, которым где-то наши вломили под «Бахмутом», пошли что-то в сторону «Солидара», увидели, что там вроде как еда есть, не знаю, что-нибудь. Ну и как-то само пошло. Поляк там пригоженную. Ну само пошло, да, само пошло. Ну как уже туда пошли, а там уже, а тут уже само. Вот в начале войны мы точно знали, что есть Путин, который отдал приказ эту колонну на Харьков, эту на Киев, а эту на Одессу. И здесь еще высаживать десант. А Мариуполь бомбить стратегической авиацией. Все было понятно. А сейчас кто у них решает? Россия готовит большой штурм. Кем готовит? Кто отдавал приказ? Может не отдавали? Может так, типа, ну как? Мы сейчас об этом поговорим. О якобы каких-то там планах Большой Сталинград и прочее. Вот Андрей Ларионов, это бывший советник Путина по вопросам экономики, в одном из своих интервью, ну по сути, сделал такое сенсационное заявление о новом плане Путина под названием Большой Сталинград, который предполагает тройной удар по Украине со стороны Беларуси, Донбасса и десанта в Одесской области. Задача отрезать Украину от поставок западного вооружения и в конечном итоге принудить капитуляцию. То есть они не смогли взять Киев за три дня. Они полгода дерутся за Вахмут, уже пошли на частичную мобилизацию, начали пропускать удары в глубоком тылу и выходит Андрей Николаевич Ларионов и говорит о том, что вот что-то сейчас в ближайшее время дни, какой-то вот Большой Сталинград, будет Львов под ударом, будет Одесса под ударом, собрана группировка в 600-700 тысяч человек. Вот я думаю, что вы знакомились с этими материалами, с этим интервью, что вы об этом думаете? Я вам расскажу, как я с этими материалами познакомился. Вчера вечером веду я, значит, стрим на своем канале Шетельман. Да, это такая реклама, канал Шетельман, подписывайтесь, пожалуйста, там уже 70 тысяч человек. Вы должны подписаться на канал Шетельман. Да, 70 тысяч человек у меня сегодня ночью стало подписчиков, и вы знаете, огромное количество вопросов было как раз вот про, именно про Иларионова, вот про эти тезисы его. И люди реально в панике, в смысле, они мне писали в панике. Вот да, первую половину все писали про Арестовича, когда мы закончили с разборкой Арестовича, стали писать про Иларионова. А я до этого, к стыду своему, не услышал, ну, что там говорил, но я увидел, что все запуганы, просто напуганы люди, страшно. Я, не зная, что он говорил, не знаю, что он говорил. Я нашел одно успокоение, сразу его сказал, сейчас я его тоже скажу. Но там я не знал. Потом я уже поинтересовался, увидел, все понятно, и далее. Но, что я вам хочу сказать. Андрей Иларионов, советник по экономике, помните, да, вы сами только что это сказали. По экономике. Вот когда он говорит про экономические тезисы, его бывает интересно слушать. Он работал в уважаемом институте в Америке, в институте Катона после того, как уехал из России. Но какие армии, какие 600 тысяч, какие десанты, что он в этом вообще понимает? Ну, серьезно, ну, что он в этом понимает? Как его можно про это слушать? Откуда? У него может быть инсайдерская информация? У человека, который 20 лет назад уехал из России? 20 лет назад, вы верите? Откуда? Вот когда этот, говорил парень Абасов, да, Абасов, у него фамилия, по-моему, я забыл, политолог, знаете, известный. Вот он работал когда-то политтехнологом Путина, писал ему речи и так далее. И когда он сказал, вы знаете, вот у меня есть одна инсайдерская информация, маленькая, вот про такой-то план. Ну, я поверил. Абас Галямов. Извини, Абас Галямов, сори, да, да простит меня Абас Галямов, уважаемый, просто извините, заговорился, уже запутался. Абас Галямов. И, это я с Махмудом Абасом перепутал, не ваш, с палестинским лидером, короче, Абас Галямов. Что хоть не с Махмудом Ахмадин и Джадом. Ну, бывает. И вот он приводит какой-то инсайт. Я ему верю, потому что, во-первых, он это случайно, одноразово, и прямо сказал, что я вообще никогда не распространяю какой-то инсайт. Во-вторых, ну, случайно попало, потому что он там работал, у него там знакомые, это свежо все, все эти связи, это не когда-то 20 лет назад все было. Вот. И инсайт у него не про то, откуда какой десант будет высаживаться, а про то, что там какой-то план эвакуации на случай, ну, это можно понять, как к нему могла попасть такая информация. Но как у Иларионова в Америке оказался план высадки десанта 600-тысячного в Одессе, ну, это вообще чушь полная, вот прямо чушь и бред. Только вредный очень бред, потому что он пугает людей у нас в Украине. Вот цель, вот цель какую преследуют, запугать? Да нет, ну, какой цель, никакой цель он не преследует, Иларионов. Показалось, ну, кто-то сказал какую-то чушь, а он пересказал эту чушь. Самый распространенный способ, как попадает в эфир ерунда, он такой, вам кто-то приходит и говорит, все, я точно знаю, что вот так. А вы... Источники сообщили? Источники сообщили. Вот, Вадим, мне каждую неделю сообщают столько всего, столько всего, причем со стопроцентными знаниями. Говорят, все, точно. Ну, в основном, правда, сообщают из Украины, из России, мне мало чего сообщают, потому что там как-то нет, нет уже ни связи, ничего. Но в Украине мне постоянно, все, мы знаем, что завтра, рано с утра будут бомбить. Да, вы уже... Моя работа такое сообщила, представляете, я говорю, в смысле, откуда вы это знаете? Не, ну как, а сейчас вот все время, а мне еще сказали, я говорю, вот прям вам вас предупредили, да, что вот завтра именно с утра будут, в 6 утра, завтра рано с утра будут. Да вы что, прям серьезно? И надо отвечать на вопросе. Вот, и вот всю эту чушь, как бы, нельзя ни в коем случае пересказывать. Ну, давайте, раз уж почему-то люди напугались этого, почему-то, ну, простые вещи, вот, почему-то, россияне за 11 месяцев войны не высадили десант в Одессе. Почему? Объясняю, у них был такой план, мы это знаем. Мы знаем, что десантные корабли с десантом физически, физически с десантом на борту, болтались в Черном море неделями. В том числе, однажды подряд там неделю они болтались в Черном море. В начале войны им помешал шторм, в самом начале, в первые дни. Шторм, и они не могли высадиться. Пока они не могли высадиться, наши уже сумели поставить минные заграждения против этих кораблей, в Одессе, и поставить на берегу орудия, там еще что-то. И ракеты, кстати, «Нептун». Уже стало по-другому совсем. Потом, как вы помните, наши артиллерии стали стрелять по их кораблям и попали в один из кораблей. Это все еще до крейсера «Москва». Обычные артиллерии попали в корабль. Потом, если вы помните, при помощи РСЗО потопили, первый корабль мы потопили первым, не крейсер «Москва», это второй был крейсер «Москва». Первым потопили реактивную систему в залпу огня, что вообще уникальная операция. Так не бывает, невозможно попасть из РСЗО в корабль, но наши попали случайно в один. Ну, случайно, по большому счету, в один. Это тоже отбросило их назад. А после этого случился крейсер «Москва». И они остались без ПВО. А без ПВО ты не можешь высаживать никакой десант. А когда они остались без ПВО, мы стали топить их десантные корабли. Их один утоплен до сих пор, по-моему, там в Бердянске стоит утопший, да, это большой десантный корабль. Другие два поврежденные куда-то они отволокли. А новый флот они прислать не могут, потому что Босфор закрыт для их военных кораблей. Что они построят в Новороссийске новые корабли для этого десанта? У них нет кораблей, нечем. Дальше. Десантники и все эти десантники лежат в полях под Херсоном уже давно, где вот эти, которые морской десант должны были высаживать. Где они все? Заместитель командира Черноморского флота под Херсоном погиб. Помните? Замкомандир Черноморского флота. А сколько генералов сейчас про тех, кто должен был высаживаться физически говорю? Вот этот замкомандира Черноморского флота приехал то ли воровать кур под Херсон, то ли кого-то насиловать, скорее всего, приехал под Херсон. И его там накрыло тоже нашим залпом. Так кем они, кого они собираются высаживать? Вот этих мобиков? В смысле, мобики полезут в воду и будут там плыть, высаживаться? Ну, о чем речь? А с чего они будут? С лодок? С моторных? Какие же, что-то... На Львов пойдут? Чем? Кем? Брусиловский прорыв, вспомнили, который был там как раз в этом, прямо в этой области в 16-м году, последний успех царской армии, да? Ну, так в Брусиловском прорыве почитайте, сколько там. Там только погибших было с двух сторон 2 миллиона, по-моему, человек, даже больше. 2,5 миллиона погибших во время Брусиловского прорыва. Брусиловский прорыв, это взяли Луцк и Ковель. Это Львов не смогли взять. Луцк и Ковель вот ровно из той же Беларуси заходили. Понимаете? Нет, мы понимаем, что у России большая армия, что она будет пополняться, что она будет что-то делать. Мы это все понимаем. Я с вами понимал, что они там могут мобилизовать и 2 миллиона человек, но обучение, снабжение и прочее, прочее, ну, загоните вы куда-то их там в стойло. Да. Мы все уже видели. Нас сейчас уже, как бы, я уж не говорю про военных, которые там вообще уже год воюют и все теперь профессионалы и все такое, но даже мы сидя, вот я в Киеве, в тылу, меня уже так голыми всеми этими словами не возьмешь. Я год назад, я же политтехнолог, а не военный, я ничего не отличал РСЗО там от артиллерии, да, ну. Сейчас уже сидишь, так, ага, в субботу утром удар ракетный, смотришь, а почему не было ПВО, так, наверное, баллистика, ясно, какая баллистика, откуда, С-300, говорю, не может быть С-300, у него дальность полета, это я уж по памяти помню. Удар, но не было тревоги, надо разобраться, да. Надо разобраться, а почему не было тревоги, а какая баллистическая траектория, а что за ракета тогда, почему, откуда она взялась, и тогда потом вывезли, ах, С-400, а у него дальность полета 200, а нам до этого места 210 километров, а у них там какие-то насадки, а да, а сколько у них насадок, и это я не военный специалист, какие 600 тысяч, какой десант, что вы несете. Короче, надо меньше слушать, вот я уверен, что вот, кстати, такой человек, как Лыб, я его не знаю, в смысле, я просто говорю, что когда человек в этой области ничего не знает, про военные действия, он про экономику, то он знает, если бы про экономику какую-нибудь чушь сказали, сказали бы, вы знаете, с завтрашнего дня Путин начинает печатать доллары, и доллары все, перестанут существовать. Ну, и Лорионов бы сказал, что это чушь, понимаете, и сразу не стал бы это нам пересказывать, а вот чушь про другое нам пересказывать. Мне просто вчера сказали, вот прям реально, это про слухи, да, вчера, Миша, ты знаешь, мне сообщили точно, что к середине года долларов больше не будет, все, Китай и Россия за это взялись. Господи, боже ж ты мой. Ну, завершая тему с Лорионовым, я не поленелся, нашел его интервью от 29 января минувшего 22 года, и у него спросили, так будет большая война или не будет? Вот эта большая война, разговоры о которой начались еще чуть ли не в 21 году, еще со времен встречи Байдена и Путина в Женеве. Так вот, что ответил Лорионов, большой войны, крупномасштабного наступления с попытками захватить огромные районы, территорию Украины, Южную Украину, Левобережную, с захватом или окружением крупных городов, с выходом на Днепр, попыткой окружения или захвата Киева, вот такой большой войны не будет, сказал Андрей Лорионов 29 января минувшего 22 года. Главная причина, по его словам, заключается в том, что для того, чтобы вести большую войну против такой страны, как сегодня стала Украина, такими стали вооруженные силы Украины, а каким стало украинское общество, готовое сопротивляться и отстаивать свою свободу независимостей, с такой Украиной сегодняшний агрессор не справится. Но в этом Лорионов был прав. Да. Ну, поэтому Лорионов, надо все время помнить, что он экономист и был Путин экономическим советником. И слушать его надо, когда разговоры об экономике. А меня нужно слушать, когда разговоры о политике. Вот, все. Все просто. Хорошо, давайте вот о политике как раз поговорим в разрезе тех учений, которые сегодня как раз стартовали в Беларуси. Накануне там и белорусские гаюны, и другие источники сообщали о том, что активно продолжают перебрасывать туда технику. Самолеты, бомбардировщики прилетают на территорию Беларуси и сегодня сообщили о том, что в рамках этих учений будут отрабатывать высадку десанта и патрулирование границы. К чему это все идет? Лукашенко продолжает как-то петлять, маневрировать или все же он готовится в какой-то момент вступить в эту войну в новом для себя формате? Ну, пока он, конечно, будет маневрировать и пытается маневрировать. У него же дальних планов никогда нет. Он же мегаполитик, знаете, Лукашенко. Политика искусствовозможного. Ты сегодня должен делать то, что можешь сделать сегодня. А завтра будет другой расклад сил. И особенно это важно в нынешней для Лукашенко ситуации. Он сегодня исходит из того, что сегодня я могу это сделать? Могу. Возможно, он сегодня обещает Путину, что завтра он вступит в войну. Он сегодня может это пообещать? Может. Но он же не обязан завтра выполнять? Не обязан. Поэтому там сегодня Путин говорит, проведем мы эти учения. Проведем. Но это ему не мешает. Кроме того, раз проводятся учения, значит, он заработает денег. Потому что он продаст им билеты и так далее. Обеды. Вот. Он сам точно не собирается вступать в войну. Но там риск наступления из Беларуси, ну, конечно, существует. Конечно. А как? Какой спор? Не, не говорю, что сегодня, потому что, наверное, нас предупредят. И, наверное, наши начнут первыми стрелять, если там начнут выстраиваться какие-то боевые порядки. Это во-первых. Во-вторых, там беларусская армия, есть ли риск, что она вступит в войну? Ну, можно Лукашенко убить, и она вступит в войну, если послушается новых владельцев страны. Поэтому все эти риски существуют, но все не сегодня. А про завтра с Лукашенко не надо предсказывать. Я вообще не вижу, кстати, у России, ну, вот вы же видите, поменялся Суровикин на этого, Герасимова. Это значит, что все планы с Крестного новые? Ну, у них же, мы же слышали, что они готовят наступление. А теперь, значит, уже как бы не готовят то наступление, а готовят как бы какое-то другое наступление. Правильно? Поэтому с Россией... Мы, наверное, всего лишь понизили до уровня заместителя. То есть он остается... Ну, кем-то там. Поэтому не надо в России смотреть, не надо пытаться прогнозировать ее действия в долгую. Вот не надо. Стратегически мы знаем, что они хотят. Стратегически они хотят заморозить конфликт на тех границах, которые есть. Это их желание. Для этого они будут использовать разные средства. Вот они обстреливают инфраструктуру, убивают мирных граждан, чтобы мы испугались, но это террор. Одновременно там обещают стрекороба западникам, что, дескать, пожалуйста, договоримся, давайте мы сейчас вам бесплатную нефть будем закачивать и так далее. Одновременно там пишут какие-то статьи имени Медведчука. Ну, вот все это они будут делать, да. Но решат они завтра пойти там трехстами тысячами на Киев. Не решат. Они будут решать это завтра. У них нет сегодня этих решений. И чтобы у них там не было сейчас написано в планах, совершенно наплевать. Потому что они перешли в режим ежедневного принятия решений. Этого режима не было в начале войны, у них был план. План не сработал, плана Б не было. Сегодня этот режим мы вечером думаем, утром решаем. Все. Вот каждый день так. То есть управленческий хаос двумя словами. Не совсем. Пока это еще не хаос, к сожалению. Пока еще не хаос. Потому что пока еще какие-то части управляемые достаточно. Но это отсутствие стратегии. Когда вот представьте себе, да, вот вы что-то делаете, живете свою жизнь. Но каждое утро вы решаете, что вы будете делать. Просыпаетесь утром. Так, сегодня я, не знаю, сварю картошечки, схожу в бассейн и так далее. На следующий день проснулись. Нет, уволюсь, я с работы, не знаю, наоборот, поеду в Тибет. Потом доехали до Тибета и снова проснулись. Такие, нет, я лучше устроюсь здесь на работу этим официантам. Ну, вот так примерно они живут. Это не хаос. Это ежедневное принятие решений вместо следования стратегии. Так бывает. Так, кстати, многие организации существуют и годами, фирмы, я в бизнес. И успешно функционирую. Нет, не успешно. Вдолго и не успешно. Им кажется, что успешно. Это краткосрочная стратегия. Да, поэтому это все время выглядит как, сказать, во-первых, на это тратится всегда много энергии. Что важно? Когда у тебя нет стратегии, ты тратишь много энергии. Когда у тебя есть стратегия, тебе думать просто. Потому что твоя мысль ограничена. У тебя есть стратегия. В рамках этой стратегии принятие тобой решения отклоняется на 10 градусов туда и сюда. На 10, не на 180. А когда ты каждый день думаешь на 180 градусов, ты тратишь кучу умственной энергии. Бессмысленно абсолютно. И поэтому результат плохой. Потому что человек не способен принимать всегда хорошие решения. Хороших решений человек примет процентов 20-30. Остальные будут плохие. И когда тебе нужно каждый день принимать решения из всего выбора, то большая часть твоих решений будут плохие. А когда ты изначально принял хорошую стратегию, то ты не можешь сильно испортить дело своими тактическими решениями. Михаил, мы уж точно ожидаем хороших, полезных и нужных решений, которые будут приняты 20 января на заседании Рамштайна. Кажется, это будет восьмое заседание. Накануне генсигната Йенс Толтенберг сказал, что Украина в скором времени может ожидать дополнительные поставки тяжелого вооружения. Британия, как известно, дает роту танков Челленджер-2. Сначала дают четыре, а затем восемь танков. Обсуждается вопрос передачи четырех вертолетов вооруженных, которые будут вооружены ракетами Хэлфайна. Чего лично вы ожидаете от восьмого заседания Рамштайна? Ну, я надеюсь, что они... Я никогда не был на этих заседаниях, но мне кажется, мне кажется, что... Я бы с вами сходил бы. Мне кажется, что они занимаются там все-таки согласованием, вот не решением о том, сколько выделится оружие, потому что эти решения приняты не этими людьми. Там же министр обороны, ну, уровень министра обороны. А решение о том, что выделяются танки или нет, вот видите, Шольц должен принять решение, ну, правительству Германии, или там... Правда, министр обороны Германии подала в отставку. Ну, так от министра, ну, хорошо будет там какой-то, будет она или кто-то, вот никуда не денется, стул не будет пустым в Германии, поверите. Там все время будет в любой конкретный день там будет какой-то министр обороны, и нам почти не важно, кто это лично. Мы никогда о ней до этого, кстати, с вами не слышали, правильно? Вот мы министра обороны Британии уже знаем, и США уже знаем, потому что Британия заявила, что будет атомную бомбу сбрасывать на Россию чуть что, США министр обороны тоже нам много что заявлял и приезжал даже, по-моему, так что... А кто там министр обороны Германии, нам не очень важно пока было до сих пор. Может, сейчас что-нибудь интересное будет. Но на этих заседаниях это координационный совет, координационный совет. То есть, вот мы знаем, мы садимся, пишем на листе, грубо говоря, если бы мы с вами это проводили, у нас 50 стран. Мы выписываем на листе, что каждая из правительств договорилась выделить и в какие сроки. В какой сроке, в каком смысле? Вот мы реально считаем там мардеры 50. Это мы знаем, это в пакете помощи. А в каком порядке они могут выделяться? Ну, например, не знаю, они могут 25 в январе, а 25 в марте, ну, например. Потому что там на складе нету, пока подъедет или пока произведет. Тогда все остальные видят, а мы можем сейчас, тогда в феврале мы поставим вот эти боевые машины пехоты, которые Германия, да, поставляет. Вот это координация. Координация усилий по доставке, по синхронизации. То есть все это должно играть как оркестр. Чтобы оркестр играл, надо, чтобы все сели, партитуры сложили, разложили, и кто-то все это сдирижировал всем этим хозяйством. Ну, а дирижирует, наверное, Соединенные Штаты Америки, Пентагон, я почему-то так думаю, как самый опытный в ведении подобных боевых действий. Интересно, дадут ли нам все же Абрамсы? Во-вторых, были уже разговоры многие о том, что они просто слишком сложные. Они слишком сложные. Леопарды проще. И в обслуживании они сложные. Да, да. А понимаете, вот они сложные, а Абрамса, например, никто чинить не умеет в Европе. Я не знаю, кто-нибудь умеет чинить Абрамсом в Европе или нет. А леопарды умеют чинить все. Просто все. Потому что у всех есть леопарды, у десяти стран есть леопарды как минимум в Европе. И если у нас что-нибудь не так с леопардом, а танки повреждаются, как вы понимаете, каждый день на войне, то мы просто отвозим его в Польшу и там чиним. В Польше есть три базы леопардов, в Чехии есть, где угодно есть. А у Абрамсов ничего этого нет. Вот это проблема. Запчасти для леопардов лежат на военных базах Польши, а для Абрамсов не лежат. Вот поэтому, мне кажется, нам нужны леопарды очень сильно. Мы будем ожидать конкретных практических решений, которые будут приняты в рамках заседания Рамштана 20 января. А вот сейчас на авансцену информационную вышел Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина и про утверждение о конфликте между вооруженными силами России и ЧВК Вагдар. Он сказал, это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники. Все делают общее дело, воюют за Родину. Хотя, ну что он другого скажет? Ну что другого скажет Песков? Нет, ну Песков, он как бы, когда есть что потранслировать, он потранслирует. Ему сейчас нечего. Да, сейчас нет, у России сейчас нет месседжей. Вот ваш, то, как вы пересказали, что там говорил Путин, на похоронах бывшего президента чего-то там, не помню, Башкирия или что-то там такого, это означает, что у них сейчас нечего сказать, у них нет новых месседжей. Просто нет. Все идет по плану? Нет, оно как бы, они не решили. В смысле, они сейчас, я думаю, тоже что-нибудь там сидят, думают. Ну, не сидят, прям постоянно думают. Но они же ждут, что Путин скажет. У них устроено так, что они ждут, что Путин скажет. Если Путин ничего не сказал, ну, мы ничего и делать не будем. Если Путин ничего не сказал, то и Пескову сказать нечего. А когда Путин выйдет, скажет, ну, все, давайте мобилизовывать, ну, тогда вот у них пойдет волна. А сейчас ничего нет. Михаил, ну, кроме мобилизации, какие еще есть варианты решения у Путина? Вот, что он может такого учудить в ближайшее время, там, дни, недели, месяцы? Ну, всего три варианта действия. Мобилизация. Второй, даже, понятно, быстренько упомяну, и проедем, это ядерный удар. Ну, потому что... И третий, это какая-нибудь... Вот сейчас, мне кажется, они пытаются разжигать такую историю, этот с Турцией. Вы слышали, наверное, что... Там такие ряд противоречивых, я бы сказал, заявлений есть, но вот вчера меня встревожили, или позавчера это было, заявление официального представителя, президента Эрдогана, официального представителя, который сказал, что в этой войне никто сейчас победить не может, что война как бы идет никуда, и мы будем добиваться того, чтобы хотя бы локальные были, прекращение огня на локальном участке фронта. Это тревожная для меня новость. В то же время, одновременный Эрдоган сказал, что ничего не получится, договориться о мире и так далее. То есть, все тоже одновременно. Вот я думаю, туда будут пытаться, туда Путин сейчас. Вот он придумал же тогда, это рождественское перемирие, как оно называло, помните? Вот что-то в таком духе, вот это то, что от него сейчас следует ждать, какой-то поганки в плане, а давайте, вот смотрите, а мы уже тут перестали стрелять, а мы уже то, а мы уже все. То есть, он все время пытается заставить весь мир поверить в какую-то историю про возможность прекращения огня, которая нас не устраивает, как мы понимаем, мы на это не пойдем, но нам будет нужно приложить, положить усилия, чтобы как бы сопротивляться этим попыткам нас обмануть, ну и весь мир обмануть. Сколько-то объявят, постновогоднее праздничное, там, перемирие. Да, 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 конечно, на 23 февраля надо перемирие, у нас же День Советской Армии, скажут. Ну, и годовщина начала, так называемое СВО. Да, да, ну раз годовщина, давайте отмечать будем, надо дать спокойно людям отметить, скажут. Выходной объявит Путин. Да. Ну что же, Михаил, будем завершать, огромное вам спасибо за этот разговор, Михаил Шетельман, политолог, политтехнолог и писатель, был сегодня вместе с нами на Политэк, и я призываю всех наших зрителей и слушателей в обязательном порядке подписаться на авторский канал Михаила Шетельман, и обязательно в скором времени с вами увидимся и услышимся. Всего доброго, берегите себя. Спасибо, до свидания, Вадим, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok